друзья всем привет с вами Oryx тема сегодняшнего видео расширение стебл sr это классное расширение которое позволяет восстанавливать и апскилить фотографии причем фотографии настоящие и в отличие от других апскиллеров сохраняется максимальное сходство с исходной фотографией это расширение будет полезно для тех кто занимается ретушью восстановление фотографий и просто для фотографов если вы делали апскейл в имидж в имидж то наверняка вы замечали что сходство лиц на исходной фотографии и на апскейльной фотографии очень сильно отличаются и поэтому этот метод не пригоден для восстановления и апскейла лиц а вот стебл sr как раз таки позволяет восстанавливать такие уже безнадежно потерянные портреты фотографии которые классическими методами восстановить фактически невозможно я знаю что многие ретушеры пользуются такой программой как ремени так вот стебл sr работает гораздо лучше чем ремени он восстанавливает не только одно лицо восстанавливает в общем то весь портрет целиком с одеждой с волосами и восстанавливать даже лица гораздо лучше при восстановлении стебл sr можно получить даже текстуру кожи если такой крупный портрет у меня уже были ролики где я показывал как использовать и применять стебл sr но поскольку автоматик постоянно обновляется и вот с версии 1.7 у многих не получается этим расширением пользоваться я сегодня расскажу по какой причине стебл sr может не работать или может выдавать какие-то некорректные результаты стебл sr можно использовать как в автоматике так и в конфуай в этом видео мы поговорим как использовать это расширение в автоматике а на бусте вы найдете дополнительный ролик как использовать это расширение в конфуай если вы досмотрите это видео до конца то в конце видео вам покажу как рабочий процесс стебл sr выглядит в конфуай а для тех кто случайно наткнулся на это видео и если вам интересно вот такой вот вариант восстановления фотографий, но вы не знаете, что такое автоматик, что такое Stable Diffusion и что такое вообще нейросети. Для вас у меня есть специальный последовательный курс по автоматик 4 единицы, который вы можете приобрести на сайте stablegif.ru. Ссылка в описании под этим видео. Переходите, на сайте есть полностью вся информация об этом курсе. Чтобы в автоматик установить расширение Stable SR, переходим в автоматике в Extensions, переходим в Available, нажимаем Load From, в поисковой строке пишем Stable SR, нажимаем Install и дожидаемся, пока установка будет завершена. Теперь для работы нам здесь понадобится еще одно расширение, оно называется Multi Diffusion или Tiled Diffusion, поэтому в поисковой строке здесь пишем слово Tiled, находим вот такое расширение и нажимаем Install. После того, как это расширение будет установлено, у вас либо будет написано Installed, то есть установлено, или оно просто исчезнет отсюда, если у вас вот эта галочка будет включена. Теперь после того, как все расширения установлены, переходим в Install, нажимаем Apply and Restart UI. После перезагрузки интерфейса переходим в Image to Image, опускаемся в самый низ, где находятся у нас скрипты, раскрываем список скриптов и выбираем Stable SR. У вас должен появиться вот этот вот скрипт Stable SR, но это еще не все. Теперь переходим на страницу разработчика, ссылка на эту страницу будет в описании под этим видео. На этой странице вы можете познакомиться с этим расширением, почитать о нем, но нам здесь нужно опуститься ниже вот сюда вот, и нам нужно скачать две модели. Первая модель это модель чекпоинта, и вторая модель это модель сама Stable SR. Причем здесь нам нужна модель именно вот такая вот SD 2.1768, потому что есть еще модель 512. Эта модель нам не нужна, поэтому обратите внимание и скачайте именно правильную модель, вот эту вот. Переходим по вот этой вот ссылке Huggen Face, правой клавиши нажимаем, открыть с помощью. Теперь заходим в Files and Versions, находим здесь вот эту вот модель 2.1 768 EMA Prunt.SafeTensors. Нажимаем по вот этой вот стрелочке и загружаем эту модель. Пока у нас скачивается модель чекпоинта, нам нужно скачать еще модель для Stable SR. Переходим по вот этой вот ссылке, тоже в разделе 768 2.1. Вот эта вот ссылочка, нажимаем по ней. На этой странице нажимаем Files and Versions, и здесь нам нужна самая нижняя вот эта вот модель, она называется WebUI 768 V139, который весит 422 мегабайта. Нажимаем по вот этой вот стрелочке и скачиваем эту модель. В итоге у вас должны были скачаться две вот этих вот модели, два вот таких вот файла. И давайте я покажу, куда эти модели нужно поместить. Открываете автоматик, корневую папку, переходите в Models, открываете здесь дальше Stable Diffusion и вот сюда закидываете модель 2.1 768 Prant. Это базовая модель 2.1. Теперь возвращаемся обратно в корневую папку и переходим здесь в папку Extensions. В папке Extensions находим расширение Stable SR. Выглядит оно вот так вот. Открываем эту папку, открываем здесь папку Models и вот сюда вот помещаем эту модель. У меня здесь есть еще одна модель 2.1 512, но работает она хуже, вам она не нужна. То есть достаточно вот этой вот модели, которую я вам показал. Теперь возвращаемся обратно в автоматик, переходим на вкладку Image to Image, нажимаем вот эту вот кнопку Обновить и выбираем модель, которую мы только что скачали. 2.1 768 Yama Prant. Для пскела мы будем использовать вот такую фотографию. Размер этой фотографии 225 на 225 пикселей. Если у вас фотография имеет большое разрешение, то это разрешение нужно понизить до тех пор, пока качество изображения начнет падать. То есть чем меньше размер изображения будет, тем проще и легче его будет апскелить. И соответственно результат будет гораздо лучше. Предварительно с этим изображением, в общем-то, делать ничего особенного не нужно. Если на изображении есть вот такие вот квадратные артефакты, которые присущи сжатию JPEG, то их можно удалить с помощью Photoshop. А также можно сделать небольшое сглаживание этого изображения, чтобы его немножко подготовить. Для удаления артефактов переходим в JPEG, закидываем сюда это изображение, переходим в фильтры, нейрофильтры. Здесь в нейрофильтрах находим удаление дефектов JPEG. Нажимаем и выбираем здесь среднее значение. И вот так вот эти дефекты JPEG удаляются. И мы нажимаем ОК, сохранить это изображение. И сохраняем это изображение как JPEG. Нажимаем сохранить. И теперь наше изображение подготовлено. На нем нет JPEG артефактов. Мы можем его теперь закинуть в имидж, что имидж вот сюда вот на вход. В качестве позитивного промпта мы можем написать вот такую вот подсказку. В качестве негативного промпта мы можем написать вот такую вот подсказку. Эти подсказки вы сможете найти на странице разработчика, ссылка на него будет в описании, или у меня на Boosty. В качестве VIA давайте выберем VIA для версии модели 1.5 840.00. Опускаемся ниже и выбираем сэмплинг метод LRA. Выбираем разрешение по изображению, нажимая вот эту вот кнопочку. Оставляем Denosing Strength 0.75. Seed забрасываем до случайного. Seed в G-Scale оставляем 7. Если мы будем его уменьшать, то изображение будет более мягкое. Denosing Strength практически не влияет на результат восстановления. Я оставляю его по умолчанию 0.75. Теперь опускаемся ниже. И после того, как мы установили Tile Diffusion, у нас должны были появиться две вот этих вот вкладки. Открываем первую вкладку Tile Diffusion. Нажимаем здесь Enable Tile Diffusion, то есть включаем Tile Diffusion. Выбираем метод Mixer Diffusion. Этот метод работает чуть-чуть получше. Размер Latent Wide и Latent Height оставляем по умолчанию 96.96. Latent Tile по умолчанию оставляем это все по умолчанию. То есть наша задача только включить и выбрать метод. Теперь опускаемся еще ниже. Раскрываем вторую вкладку Tile Diffusion. Нажимаем здесь Enable Tile Diffusion. И первое значение оставляем по умолчанию. В том случае, если у вас видеопамяти, как у меня, 24 гигабайта. Но если у вас видеопамяти поменьше, то можете уменьшать этот параметр, чтобы у вас хватило видеопамяти. Я использовал этот параметр даже 1024. И восстановление было тоже нормальное. Но чем этот параметр Encoder Tile Size будет выше, тем качество восстановления будет чуть-чуть повыше. Decoder Tile Size можно выставить 256, если у вас тоже достаточно видеопамяти. Если у вас видеопамяти будет не хватать, то поставьте вот этот параметр равный 128. Я же оставлю его 256 и параметр Encoder Tile Size оставлю по умолчанию. Теперь опускаемся еще ниже и в разделе скрипт выбираем Stable SR. Теперь здесь нажимаем вот эту вот кнопку обновить и выбираем модель, которую мы скачали. WebUI 768 V139. Именно вот эта вот модель нам нужна. По поводу Color Fix, этот режим нужен для того, чтобы цвета при восстановлении фотографии у вас не изменились, то есть остались максимально похожими на исходное изображение. Здесь можно выбирать Velvet или ADI. В разных случаях эти режимы работают по-разному. Иногда лучше этот, иногда лучше этот. Тут можно только экспериментировать. И теперь один из самых важных параметров это Scale Factor. Scale Factor должен быть равен 3 или 5. При 5, естественно, апскейл будет биться значительно дольше. При 3 это будет значительно быстрее все происходить. Поэтому начните с 3 и попробуйте потом выставить 5. Я сейчас про апскейлю при Scale Factor равном 3. Нажимаю Generate. И вот такой вот апскейл я получил за 2,5 секунды. Это при трехкратном апскейле. Если у вас появились какие-то артефакты, то делайте следующее. Переходите в Settings, опускаете здесь самый низ и находите параметр HyperTile. Поднимаетесь теперь выше и отключаете все вот эти вот галочки. То есть если у вас вот эти галочки включены, то сбрасываете их и нажимаете Apply Settings, Reload UI. После этого у вас точно вот эти вот артефакты должны пропасть и апскейл должен быть уже нормальный. Вот такое вот исходное изображение было. Вот такой вот апскейл. Сходство здесь достаточно высокое, то есть лицо практически не изменилось. Но теперь давайте я подниму Scale Factor до 5. И при пятикратном апскейле мы получаем уже вот такой вот эффект. Здесь уже и детали кожи какие-то заметны становятся. То есть восстановление очень хорошее. Важно, что при разном сиде получается разное восстановление фотографий. Поэтому вам возможно придется прокрутить несколько раз генерацию, чтобы получить лучший результат. И вот такие вот результаты у нас получаются. Слева у нас изображение при трехкратном апскейле. Справа у нас изображение при пятикратном апскейле. И посередине это исходное изображение. Заметьте, что восстанавливается не только одно лицо, а также и волосы. Понятно, что они есть где-то разблюрены. Но и также и воротник, куртка. Это все тоже восстанавливается. Если вы хотите сконцентрироваться на восстановлении лица и максимальный эффект достичь, то закидывайте вот это изображение, исходное в Extras. И выбираем здесь следующий параметр. Если у вас размер изображения слишком маленький, 225 на 225 пикселей, примерно как у меня, то вам придется сделать небольшой апскейл, хотя бы двухкратный. Если у вас и так изображение 512 на 512 и выше, то апскейл делать не надо. То есть достаточно просто выбрать GFPGAN и значение выставить примерно на 0.9, чтобы слишком сильно основные черта лица не проявились. Но примерно получилось что-то вот такое вот. Лицо здесь стало более детализированным. Но важный момент здесь, именно лицо только детализируется, остальные элементы не детализируются. Поэтому восстановление будет в Stable SR именно по лицу. Потому что он определит, что вот эти вот контуры более восстановлены, остальные как бы смазаны или вообще размыты. То есть вы тут должны учитывать, что если вы пользуетесь GFPGAN для восстановления лица, то в Stable SR у вас будет больше восстанавливаться лицо, чем изображение более равномерное. То есть по качеству более равномерное, некачественное, да, то будет восстанавливаться уже все изображение. И теперь мы здесь нажимаем отправить это изображение в Image to Image. И соответственно в Image to Image нам нужно выставить разрешение этого изображения. Вот так вот нажимаем. И уже разрешение у нас становится 448 на 448. Остальные все параметры оставляем такими же. Upscale Factor я выбираю 5. И нажимаю Generate. И теперь мы получаем максимальное восстановление лица при 5-кратном Upscale. Здесь уже прям четко видны текстуры лица, губ, глаз. То есть восстановление гораздо лучше. Но если мы обратим внимание на волосы, здесь вообще каша какая-то. Фон вообще в какую-то ряд превратился. Поэтому делаем следующее. Это изображение закидываем на рабочий стол. И в Photoshop кидаем вот это вот наше последнее самое большое изображение. И поверх него кидаем то изображение, которое мы upscaled без GFP GAN. То есть без восстановления лица. Вот так вот прям поверх него кидаем. И выбираем здесь на сколько процентов. Оно в общем-то было меньше. У меня на 200%. Нажимаю ОК. И у нас поверх стала та фотография, которая upscaled без восстановления лица. Поэтому здесь нажимаем по маске. Выбираем кисточку. На кнопку Б нажимаем. Выбираем черный цвет. В данном случае X я выбираю, чтобы перевернуть. И восстанавливаем основные черты лица. Вот так вот их проявляем. Глаза, брови. Вот эти вот первые пряди волос. Можно подбородок. Воротник, видите, он восстановился хуже. Поэтому просто нажимаем отмену. И вот эти вот тоже левые пряди волос тоже можно проявить. Потому что они нормально восстановились. В общем-то все, что восстановилось более-менее нормально. На последнем изображении это проявляем. А остальную часть изображения оставляем вот таким вот размытым. И более правильным. У нас в итоге получается вот такая вот качественная фотография. По максимуму у нас восстановлено лицо. И фон, и волосы. Они не превратились здесь в кашу. Они просто боке как бы какое-то такое более естественное имеют. Вот такая вот фотография у нас в итоге получается. Еще раз покажу исходную фотографию. Исходная фотография была вот такой вот. Если вы обратите внимание на сходство лица, то сходство лица здесь максимально возможное. Это в общем-то очень неплохой апскейл для тех, кто занимается восстановлением фотографий. Друзья, ну и на Boosty вы сможете посмотреть еще одно видео по Conf.UI со Stable.SR. И сможете скачать вот такую вот схему. Смотрите, как эта схема работает. Просто сюда закидываем любое вообще изображение в любом разрешении. То есть вообще не важно. Нажимаем генерировать. Вот такое вот изображение было. Вот такое вот изображение стало. Закидываем сюда другое изображение. Вот такое вот. Нажимаем Generate. И вот такое вот изображение было. И вот такое вот изображение после апскейла получилось. Если вам интересно вот такое вот готовое решение, то добро пожаловать на Boosty, ссылка будет в описании. Друзья, ну а если вам интересен системный курс по автоматику, переходите на сайт stablediv.ru, там есть полное описание, там вы можете со всем ознакомиться. Обязательно заходите в наш большой телеграм-чат, там много разной интересной информации, задавайте свои вопросы в технических вопросах и делитесь своими артами в разделе арты. Если вам интересны больше промты, то добро пожаловать в группу ВКонтакте. Ну а на этом всем хорошей генерации, всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok